МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Зульяновска и других регионов, чтобы торжественно отметить юбилейную пушкинскую дату. Праздник посетил губернатор региона. Здорово, что мы собираюсь здесь, приводя своих родителей, своих детей, окунаемся в этот уголок по-настоящему не только русской культуры, но и нашей народной русской местности. Я искренне горжусь тем, что мы здесь не только собираемся и общаемся, но и тем, что у нас здесь в процессе нашего общения появляются замечательные проекты. Так появился в свое время проект, связанный с открытием филиалов Пушкинского музея здесь. Так появились и другие проекты, которые активно у нас реализуются. Первый праздник состоялся 15 июня 1969 года по инициативе краеведа Александра Николаевича Блохинцева. И вот уже в 51-й раз сюда на праздник съезжаются поэты, писатели Ульяновской области и других регионов страны. А что поэт? Ну что поэт? Он голоден и нищий, он феникса увидел свет на месте пепелища. Он беззащитнее птенца, наивен, как дитя. За правду камни без конца в него опять летят. Он создан из невзгод и бед, но на краю земли, когда заговорит поэт, смолкают короли. На Пушкинский праздник приехали представители ведущих пушкинских музеев страны. Для вас и для нас тоже один из самых главных современников Пушкина – это Николай Михайлович Языков. И вот в нашем Пушкинском музее хранятся не только его графические портреты, они в экспозиции, потому что в рассказе обязательно идет, в рассказе о Пушкине идет рассказ и о его связи, и дружбе с Николаем Михайловичем Языковым. У нас в 1959 году музей была приобретена фотография с елью из вашего парка, которую, по легенде, посадил Пушкин здесь, в этих местах. И она входит в основной фонд нашего музея. На празднике также состоялось подведение итогов 14-го открытого межрегионального литературного молодежного конкурса «Друзья по вдохновению», в котором приняли участие молодые литераторы из России и Республики Беларусь. Интересные стихи прислали в этом году ребята из Беларуси. Один из них написал на белорусском языке, я его попросила, и он сделал перевод, и мы поместили в книжечки и белорусский, и русский вариант. Вы знаете, белорусский язык такой же красивый, как и русский. Государственный ансамбль песни и танца «Волга» подготовил специальную театрализованную концертную программу под сенью Пушкина. Выступление солистов и хореографической группы стало настоящим подарком для всех гостей. Для самых маленьких прошла детская программа, в рамках которой можно было научиться играть в городки и лапту, походить на ходулях, сделать куклу своими руками и даже стать героем любимой сказки. По традиции гостям праздника были предложены экскурсии по территории усадебного парка и музейные экспозиции, а также квест «Тропой великого поэта». Ирина Антонова, Новости Олправды ТВ.